Перемены, которых не было сто лет, почему встречу Си Цзиньпина и Путина называют эпохальной. На этой неделе состоялся визит председателя Си Цзиньпина в Москву. Когда лидеры двух крупнейших государств мира садятся за стол переговоров, это всегда привлекает повышенное внимание, ведь их решения способны определить дальнейшую мировую повестку. Но в этот раз речь идет еще и о первом зарубежном визите Си Цзиньпина после переизбрания на пост председателя КНР. В условиях роста конфронтации и разделения мира на блоки, поездка китайского лидера в Россию стала знаковым явлением. И, безусловно, она не осталась без внимания мировой общественности. О чем договаривались лидеры двух стран? О каких дерзких целях заявил Путин? Что Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Пекина? И почему Запад взбесила встреча лидеров России и Китая в Москве? Об этом и не только в обзоре Билда. Мы вместе двигаем перемены. Как проходил визит Си Цзиньпина в Москву? Китайский лидер прибыл с государственным визитом в Москву 20 марта. Как отмечалось, Россия стала первой страной, которую Си Цзиньпин посетил после переизбрания 10 марта председателем Китая на третий срок. Традиционно первые визиты совершаются в те страны, отношением с которыми придается особое значение. Также стоит отметить, что, согласно дипломатическому протоколу, в градации зарубежных визитов статус государственного является наивысшим. В преддверии визита Си Цзиньпина лидеры России и Китая опубликовали статьи, посвященные двусторонним отношениям. В статье президента России Владимира Путина, вышедшей в китайской газете «Женьминь Жибао», отмечалось, что отношения Москвы и Пекина вышли на самый высокий уровень за всю их историю. Сейчас они являются краеугольным камнем глобальной стабильности, гарантом позитивной повестки в международных делах. Си Цзиньпин в статье, опубликованной в российской газете, заявил, что вместе с Путиным он открыл новую главу для сотрудничества двух стран. При этом Си Цзиньпин напомнил, что отношения двух государств прошли непростой путь. Следует бережно хранить неувядающую дружбу между Китаем и Россией, заявил председатель КНР. В первый день визита Си Цзиньпина в Москву, 20 марта, состоялось неформальное общение лидеров двух стран. Путин отметил, что за последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем, признался Путин. Российский лидер отметил символичность того, что ровно 10 лет назад в Кремле состоялась встреча лидеров РФ и Китая. Вы совершили свой первый визит в качестве председателя КНР в Россию. За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот. У нас очень много совместных задач, целей, заметил Путин. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Пекин уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений. В этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами. Мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического взаимодействия и сотрудничества. И именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения, подчеркнул китайский лидер. Во время встречи с Путиным Си Цзиньпин пригласил российского коллегу посетить Китай в 2023 году. Переговоры продолжились 21 марта, когда к лидерам двух государств присоединились члены делегаций. Также состоялась встреча Си Цзиньпина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По итогам переговоров были подписаны два совместных заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. После завершения встречи Путин вышел проводить Си Цзиньпина на крыльцо Большого Кремлевского дворца. Как сообщает ТАСС, в дверях лидеры остановились, чтобы обменяться напутственными словами. «Как раз сейчас перемены, которых не было в течение 100 лет, и мы вместе двигаем эти перемены», – сказал председатель КНР во время продолжительного рукопожатия. «Согласен», – поддержал российский лидер. «Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг», – пожелал Си Цзиньпин Путину. Стратегический выбор Китая. О чем говорил Си Цзиньпин? Лидеры двух стран попрощались, но эффект от встречи будет ощущаться еще долго. Что обсуждали Путин и Си о чем договорились? Остановимся более подробно на их заявлениях. Китайский лидер во время переговоров уделил немало внимания формированию нового миропорядка, а также месту Китая и России в многополярном мире. Были затронуты темы экономического развития и сотрудничества в рамках международных структур. Во время переговоров Си Цзиньпин отметил, что укрепление и развитие отношений Китая с Россией отвечает исторической логике, является стратегическим выбором китайской стороны, и ничто не может это изменить. Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай имеют схожие цели в своем стремлении вперед. Он также выразил уверенность, что при сотрудничестве и тесном взаимодействии обе страны достигнут этих целей. Мы с президентом Путином вместе подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние десять лет и сошлись во мнении, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества, заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что Россия и Китай, как постоянные члены Совета безопасности ООН, продолжат вместе с международным сообществом решительно отстаивать основополагающие нормы международных отношений. Китайский лидер также заявил, что Пекин и Москва будут наращивать конструктивную силу в целях создания многополярного мира. Он отметил, что обе страны намерены расширять взаимодействия в рамках международных структур организаций, таких как BRICS, SHOS, G20. По словам Си Цзиньпина, РФ и Китай должны поддерживать друг друга, совместно противостоять вмешательству внешних сил в свои внутренние дела, гегемонизму и силовой политике. Си Цзиньпин отметил, что странам следует усилить совместное планирование на высшем уровне, расширить торговлю энергоресурсами, машиностроительной и электротехнической продукцией, а также развивать сотрудничество в области информационных технологий, цифровой экономики, сельского хозяйства и торговли услугами. Необходимо наращивать сотрудничество в инновационных областях и гарантировать беспрепятственную трансграничную логистику, а также заложить прочную основу для гуманитарных обменов. Во время переговоров также была затронута тема конфликта в Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что в прошлом месяце Пекин опубликовал позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Китайский лидер отметил, что его страна всегда следовала целям и принципам Устава ООН, придерживалась объективной позиции, активно задействовала примирению и восстановлению переговоров. «Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории», – заметил китайский лидер. Во время встречи с журналистами Си Цзиньпин заявил, что провел откровенные, дружественные и плодотворные переговоры со своим российским коллегой. По его словам, стороны углубленно обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли новых и важных договоренностей. Дерзкие цели на перспективу, что заявил Путин. Во время пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что российско-китайские отношения сейчас находятся на наивысшем за всю историю уровне развития и без преувеличения являются образцом. «Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, постоянные члены Совета безопасности ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете», – сказал Путин. Российский лидер отметил, что приоритетной была и остается тематика торгово-экономического взаимодействия двух стран. Так, Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. Ожидается, что в нынешнем году РФ и КНР не только выйдут на объем торговли в 200 миллиардов долларов, но и превзойдут этот рубеж. По словам Путина, Россия и Китай продолжат расширять практики расчетов в национальных валютах. Это позволяет обезопасить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. Путин также заявил, что выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Россия остается стратегическим поставщиком нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также угля и электроэнергии в Китай. Президент России указал, что российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях. Лидеры России и Китая также обсудили строительство газопровода «Сила Сибири-2», который пройдет через Монголию. «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 миллиардов кубометров газа надежных стабильных поставок из России», подчеркнул президент России. Москва видит перспективным сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. По словам Путина, во время переговоров лидеры двух стран уделили большое внимание международной повестке. «Был отмечен рост напряженности во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике экономики. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе», заявил Путин. Он отметил, что сегодня нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы. Невмешательство во внутренние дела, правостранно-суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современным технологиям и даже к образованию. В этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ. Как отметил Путин, Москва и Пекин проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. «Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Советы безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН», – сказал президент РФ. По его словам, Россия и Китай считают важным и далее поддерживать плотную координацию в рамках ШОС и БРИКС, работать в связке с G20, АТЭС и на многих других многосторонних площадках, а также продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с прицелом на формирование в перспективе большого евразийского партнерства. Путин также заявил, что во время переговоров лидеры двух государств не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. В этой связи президент России заявил, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. «Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», – заявил Путин. «Более того, только что мне сообщили, в то время, пока мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования, стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны объявила не только о поставках танков в Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца, уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать. Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом». Подводя итог, российский лидер заявил, что Россия и Китай поставили на перспективу в хорошем смысле дерзкие цели. «Мы только что подписали заявление об углублении двусторонних отношений, вступающих в новую эпоху, и о развитии экономического сотрудничества до 2030 года, обозначили горизонты нашего партнерства, поставили масштабные, в хорошем смысле дерзкие цели и задачи на перспективу», – констатировал Путин. Украина, подлодки «Окос» и ракеты США – главные тезисы итоговых документов. Достигнуто по итогам переговоров договоренностей, лидеры Китая и России закрепили в двух совместных заявлениях. Одно из них касается вопросов экономического сотрудничества двух стран до 2030 года. Речь идет о ключевых направлениях взаимодействия, включая торговлю, энергетику, финансовую и промышленную кооперацию, сотрудничество в сельском хозяйстве. Второе заявление ставит цели по углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху. На нем остановимся подробнее. В подписанном документе лидеры двух стран констатировали, что Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России. При этом отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран. Как сообщает ТАСС, в состоящем из девяти пунктов заявлений, Си Цзиньпин положительно оценил готовность России к перезапуску мирных переговоров по Украине, а Путин приветствовал готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании украинского кризиса. Обе стороны призвали отказаться от шагов, которые ведут к эскалации и затягиванию конфликта, а также выступили против односторонних санкций. Кроме того, Россия и Китай призвали НАТО строго соблюдать обязательства быть региональной и оборонительной организацией, выразили серьезную забоченность рисками, которая влечет за собой партнерство ОКОС между США, Великобританией и Австралией, их планами по строительству атомных подводных лодок, а также приветствовали недавнюю нормализацию отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Москва также подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против его независимости в какой бы то ни было форме. Россия и Китай не приемлют попыток цветных революций и внешнего вмешательства в дела Центральной Азии, подчеркивается в заявлении. Лидеры двух стран также отметили позитивный вклад ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР для обеспечения мира и стабильности региона. В совместном заявлении Москва и Пекин выразили озабоченность активизации деятельности США в сфере ракетного оружия и призвали прекратить подрывать международную безопасность. Россия и Китай настаивают на том, чтобы США ускорили ликвидацию своего запаса химического оружия. Москва и Пекин также озабочены военной биологической деятельностью США и требуют дать по этому поводу разъяснение. В совместном заявлении указывается, что беспокойство вызывает усилия США по наращиванию потенциала высокоточного неядерного оружия для нанесения обезоруживающего удара и других стратегических возможностей, а также по размещению ракет наземного базирования средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах и их передаче своим союзникам. Москва и Пекин призвали США прекратить подрывать международную и региональную безопасность и глобальную стратегическую стабильность в целях обеспечения своего одностороннего военного преимущества. В заявлении также отмечается, что Россия и Китай констатируют ускорение процесса становления многополярного миропорядка, укрепление позиций стран с формирующимся рынком и развивающихся государств, рост числа региональных держав, оказывающих влияние на глобальные процессы и демонстрирующих стремление отстаивать свои законные национальные интересы. Из текста документы также следует, что Москва и Пекин признают, что на данный момент в мире все еще широко распространены проявления гегемонизма, протекционизма и считают неприемлемыми попытки подменять общепризнанные принципы и нормы международного права порядком, основанным на правилах. В документе говорится, что Москва и Пекин намерены совместно защищать международную энергетическую безопасность, включая критическую трансграничную инфраструктуру, стабильность цепочек производства и поставок энергетической продукции. Москва и Пекин также планируют и далее поддерживать расширение использования национальных валют в двусторонних отношениях. Согласно тексту документа, Россия и Китай продолжат развивать железнодорожные и морские грузовые перевозки в сообщении Китай-Европа транзитом через российскую территорию. В заявлении отмечается, что Пекин поддерживает продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Москва поддерживает инициативу «Один пояс, один путь». Объединили Россию и Китай, а теперь боятся. Что сказал Лукашенко о реакции Запада? На Западе обсуждение встречи Путина и Си Цзиньпина началось задолго на начало переговоров. При этом реакция казалась острой, а местами демонстрировала сильное раздражение. Почему на Западе бесятся из-за визита Си Цзиньпина в Россию, доходчиво объяснил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Вы не просто нас объединяете, против этого фронта они не выстоят. Болтон это сегодня повторил, поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную, космическую, ядерную державу Россию и такую же мощную с человеческим ресурсом. Ядерную страну, устремленную в будущее. И уже считайте первую страну – Китай. Поэтому и бесится», – сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко напомнил о своих прежних встречах с высокими представителями США во времена президентства Дональда Трампа. И тогда белорусский лидер им сказал «Вы что, обезумели вообще? Передайте своему президенту, что ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, объединив нас воедино». Президент также отметил, что Беларусь и Россия движутся в правильном направлении. Движемся туда, где открыты нам двери. Где перед нами захлопнули дверь, ну чего в эту дверь ломиться? Они к нам придут. Они тихонько из-под плинтуса вылезают, заходят, торгуют и прочее. Европа уже предъявляет претензии к Америке, что, подталкивая их, американцы очень хорошо торгуют с россиянами и так далее. Это бизнес. И это паршивые политики на Западе, которые одной рукой создают эту ситуацию, а другой рукой пытаются как-то по-мошеннически с нами не только разговаривать, но и торговать и развивать экономику. Поэтому идем туда, где нас ждут. Мы делаем правильно. Но и они поняли, что сделали неправильно, заявил глава государства. Стоит отметить, что всего несколько недель назад состоялся государственный визит президента Беларуси в Китай. Визит прошел в период важных политических событий в самом Китае, а также на фоне геополитической трансформации на планете. Белорусский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином, представителями высшего руководства КНР, а также встретился с руководителями крупных китайских корпораций. У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы сотрудничаем по всем направлениям. И самое главное, мы никогда не ставили перед собой задачу, чтобы дружить и работать против третьих стран, кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов, белорусского и китайского. Так будет и впредь, заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал успехов в развитии Китая, ведь это важно в том числе и для Беларуси. Будет сильным Китай, будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь. У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси и Китаю. У вас есть в центре Европы мирная, спокойная Беларусь. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения во благо наших народов. Там нет закрытых тем для вас, нет закрытых регионов. Приезжайте, будем сотрудничать. Наша дружба стала всепогодной, всеобъемлющей. И в этом ключе мы готовы действовать и идти навстречу китайскому народу, заверил белорусский лидер. Стоит ли удивляться, что визит Лукашенко в Китай не остался без внимания Запада? Так, пресс-секретарь американского госдепа Аннет Прайс выразил обеспокоенность с ближением Китая и Беларуси. Прайс также заявил, что визит белорусского лидера в Китай является еще одним подтверждением укрепления связи между Москвой и Пекином. Тот факт, что КНР теперь взаимодействует с Лукашенко, это еще один элемент, указывающий на углубление связи КНР с Россией, сказал он. Обращает внимание фраза «теперь взаимодействуют». Американский дипломат, видимо, не знал, что Китай и Беларусь плодотворно сотрудничают уже много лет. Так, состоявшийся визит белорусского лидера в Китай уже 13-й по счету. Во время предыдущей встречи в Самарканде в сентябре 2022 года Си Цзиньпин и Александр Лукашенко приняли совместное решение повысить уровень китайско-белорусских отношений до всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Это высший уровень сотрудничества между двумя странами. Независимо, в какой момент, как и где меняется международная ситуация, обе страны поддерживают тесные отношения в политическом, экономическом вопросах в сфере безопасности. Одним угроза, другим надежда. Как реагирует в мире? Не заставила себя долго ждать реакция Запада и на встречу Путина и Си Цзиньпина. Американские официальные лица увидели в сотрудничестве России и Китая вызов для США, а эксперты – угрозу так называемому либеральному мировому порядку. В Белом доме заявили, что рассматривают растущую близость между Китаем и Россией как брак по расчету. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби признал, что отношения Китая и России в последнее время развиваются, и эти страны стали ближе друг к другу. Однако, по его словам, в США не верят, что Китай собирается помочь России. «Мы не рассматриваем эти переговоры и растущую близость этих стран как нечто большее, чем брак по расчету», – заявил Кирби. Правда, затем он добавил, что развитие отношений России и Китая связано с растущим глобальным лидерством США, которому они бросают вызов. Формулировку «брак по расчету», которую оперативно растянули американские и европейские СМИ, также повторил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он, в частности, заявил, что сближение Москвы и Пекина представляет собой некую комбинацию стратегического альянса и брака по расчету. Он также заявил, что Китай оказывает России поддержку – дипломатическую, политическую и до определенной степени материальную. Это идет вразрез с интересами Вашингтона. В то же время Блинкен признал, что у Вашингтона нет сведений о том, что Пекин оказывал военную помощь Москве. Глава Медгермании Анналена Бербак заявила, что Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН, несет особую ответственность за мир во всем мире, сообщает ТАСС. Говоря о визите Си Цзиньпина в Москву, Бербак подчеркнула, что обе стороны на сайтах правительств заявили о своей глубокой дружбе. Этот визит, по ее словам, стал бы для Китая возможностью выполнить свои обязанности и роль постоянного члена Совета безопасности ООН. Китайская сторона также ясно дала понять России, каким прекрасным был 2022 год, в том числе с экономической точки зрения. «Это вызывает сожаление, поскольку Китай, как постоянный член Совета безопасности, на самом деле несет особую ответственность за мир во всем мире», – заключила она. Комментируя представленный Китаем мирный план регулирования конфликта в Украине, глава МИДФРГ утверждала, что он, по ее мнению, не может внести реального вклада в дела мира. Переговоры Путина и Си Цзиньпина обеспокоили Варшаву. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моровецкий. Он, в частности, заявил, что «Ось Китай-Россия небезопасна» и добавил, что Польша старается убедить Китай не поддерживать Россию. Визит Си Цзиньпина в Москву прокомментировали даже в Японии, правда, в контексте ситуации в Украине. Тагентек японского правительства Хирокадзу Мацуна заявил, что Си Цзиньпин своей поездкой в Россию подтвердил, что Пекин и Москва остаются едины. При этом, по его словам, Россия якобы не демонстрирует признаков того, что она делает шаги в направлении мирного урегулирования конфликта в Украине. Мацуна также раскритиковал мирный план Китая по Украине. Не отставали от официальных лиц и западные СМИ. При этом порой доходило до абсурдного. Американский журналист Newsweek усмотрел поводы для беспокойства Вашингтона в объятиях Путина и Си Цзиньпина. Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника. И подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии, говорится в статье. А вот что пишет обозреватель газеты The Hill Эллен Митчелл. Визит Си Цзиньпина в Россию означает вызов США и их союзникам, которые пытаются ослабить экономику Москвы с помощью сокрушительных санкций. Митчелл также отметила, что визит Си Цзиньпина в Россию вызвал беспокойство в политических кругах США. «Если союз Китая и Россию венчаются успехом, мы будем жить в мрачном мире», – пугает американская газета Washington Post. Издание отмечает, что долгое время отделить Китай от России было главной целью внешней политики США. Вбить клин между Пекином и Москвой стало главной причиной исторического визита в Китай в 1972 году президента Ричарда Никсона и его советника по национальной безопасности Генри Киссинджера. Первоначально администрация Байдена надеялась, что сможет опробовать эту стратегию в обратном порядке – добиться потепление отношений с Москвой на Женевском саммите в июне 2021 года и в то же время сосредоточиться на китайской угрозе. Мягко говоря, это не сработало, так как надеялся Белый дом. В этой связи Вашингтон-Пост приходит к выводу – для США иметь дело с Россией и Китаем по отдельности уже достаточно плохо. Что уж говорить, если Москва и Пекин станут близкими партнерами на пространстве Евразии. Примечательно, что в незападном мире переговоры лидеров России и Китая восприняли в положительном ключе, а где-то даже с надеждой. В беседе с ТАС генеральный секретарь Ливанской Компартии Ханна Гарип заявил, что Путин и Си Цзиньпин, открывшие на саммите в Москве новую страницу в стратегическом партнерстве, вселили надежду арабским народам, которые противостоят неоколониализму. Арабы, как и другие народы в странах третьего мира, видят в совместных действиях двух великих держав, предложивших альтернативное многополярное устройство, гарантию их стабильного и независимого развития в 21 веке, отметил он. Речь идет о наступлении нового этапа, когда развивающимся государствам предоставляется реальный шанс освободиться от господства транснациональных корпораций и распоряжаться природными ресурсами по своему усмотрению. По словам политика, новый мировой порядок дает возможность выбрать самостоятельный путь развития без присутствия американских военных баз на своей территории. Бывший президент Боливии Эва Моралес заявил, что сотрудничество России и Китая обеспечивает геополитическое равновесие в мире. «Мы приветствуем соглашение о дружбе без границ, всестороннее партнерство и стратегическое сотрудничество, достигнутое между нашими братьями Владимиром Путиным и Си Цзинькином, для обеспечения мировой и региональной безопасности с многополярным геополитическим равновесием», – написал он в Твиттере. Моралес также заявил, что американский империализм находится в упадке. Китайское информагентство Синьхуа побеседовало с экспертами африканских стран на тему визита китайского лидера в Москву. В последнее время на Африке сконцентрировано внимание крупнейших стран мира. При этом лидеры континента уже неоднократно демонстрировали желание выстраивать внешнюю политику, исходя из национальных интересов. По мнению сенегальского эксперта по Китаю Амаду Диопа, государственный визит Си Цзиньпина в Россию имеет огромное значение. Он привнесет сильную позитивную энергию в сложную международную ситуацию. Китай и Россия более тесно сотрудничают с развивающимися странами в целях содействия мультилатерализму и общему процветанию, а также в целях уважения и защиты интересов развивающихся стран», – отметил Диоп. По словам малийского политического обозревателя и эксперта по геополитике Абдуллы Карима Драме, для развивающегося мира укрепление китайско-российских отношений будет способствовать формированию многополярного мира, который позволит африканским странам лучше отстаивать свой суверенитет, извлекая выгоду из более сбалансированных международных отношений, уважающих политический и экономический выбор каждой страны. «Я верю, что визит Си Цзиньпина в Россию привнесет сильную позитивную энергию в международные отношения и внесет новый вклад в построение сообщества единой судьбы человечества», – сказал он. И все же справедливость ради стоит отметить, что и на Западе можно было услышать позитивные оценки встречи лидеров России и Китая, правда, в основном в экспертной среде. Так, итальянский политолог, президент Международного института глобального анализа Vision and Global Trends Тиберио Грациани считает, что эта встреча имеет эпохальный характер. Встреча лидеров двух легких евразийского пространства, которая закреплена подписанием важных документов о глобальном партнерстве, имеет важное значение не только для евразийского континента, но и для всего мира. Результат этих переговоров для будущего можно считать эпохальным по той причине, что они открывают новый сценарий, в котором страны, считавшиеся западными державами третьим миром, берут на себя ведущую роль в многополярной конфигурации мироустройства, сказал эксперт в беседе с корреспондентом ТАСС. Он отметил, что Запад пытается мешать этой исторической тенденции. Переговоры между Москвой и Пекином нужно рассматривать в более широком контексте, чем российско-украинский кризис, продолжил он. Разумеется, вопросы мирного урегулирования, прекращение огня и переговоры обсуждались, но на кону стоит нечто гораздо большее, а именно построение нового многополярного мирового порядка. Грациани напомнил, что президент Брасили Луис и на силу Лула да Силва ожидается в ближайшие дни в Пекине, и эта встреча двух крупнейших представителей БРИКС не ограничится российско-украинским кризисом. Вероятно, будут подписаны важные соглашения, также закрепляющие сотрудничество азиатского гиганта с крупнейшей латиноамериканской страной. Вопрос, как Запад ответит на эту дипломатическую активность стран бывшего третьего мира. Поймут ли на Западе, что Китай, Россия, Индия и Бразилия не стремятся к его разрушению, но лишь занимают свое место в новом глобальном устройстве, более сбалансированном и справедливом? Сможет ли Запад освободиться от синдрома потери своей гегемонии? Смогут ли его лидеры осознать, что после эпохи империализма, колониализма, двуполярности и однополярности мироустройство и расстановка сил меняются? Задается вопросом эксперт. Как бы то ни было, перемены уже происходят. Как сказал Си Цзиньпин, перемены, которых не было уже сто лет. Для одних это звучит как приговор, ведь подходит к концу эпоха их безраздельного доминирования. Но для других это надежда и путь к новому справедливому миропорядку.